На 5000 деревьев увеличились крымские леса этой весной. В рамках экологической акции «Неделя леса» в разных районах полуострова посажены дубы, клёны, можжевельники и даже кипарисы. В озеленении республики участвовала Татьяна Шаманаева. Лесничий Ленур Аблаев за 43 года работы посадил тысячи деревьев от Симферополя до Перевального. Но, говорит, несмотря на это, зелёная зона вокруг крымской столицы за последние несколько лет явно поредела. Мы в недоумении, почему всё-таки эти сосновые леса у нас пропадают. Ну, видимо, всё-таки изменение климата. Цель нашего лесного хозяйства и лесоводов – в первую очередь, конечно, сохранить лес, то, что у нас здесь есть в Крыму. А затем уже лесовосстановление, то есть увеличить площадь покрытых лесом территорий. У нас всего тут от 12 до 13% лесистость Крыма. А если бы нормально сделать, где-то около 20%, было бы, конечно, идеально. В посадках леса, как всегда, участвуют и юные лесоводы. В этот раз из Симферопольского школьного лесничества. Мы сажаем для того, чтобы возобновить лес. Мы сейчас видим, что в большой территории просто вымирают леса. И хотим возобновить его, чтобы много было лесов, чтобы также это наши лёгкие, чем мы дышим. У меня дедушка лесник. Вот я по его стопам пошёл. Хочется пожелать, чтобы этот лес стоял и показывал гордость свою. Показывал то, что людям надо больше уделять в лесу внимания, чтобы не засоряли. Чтобы они следили за лесом и показывали, что у нас должна быть чистая экология в Крыму. Лиственные деревья посадят и осенью. Но этой весной леса полуострова уже увеличились на 3 гектара. На этом небольшом участке, освободившемся после вымершей сосны, посажены только дубы. Лесники надеются, они лучше приживутся. Опыт прошлых лет показывает, что сосна крымская. Сейчас учёные пытаются разбираться с этой проблемой, но она существует. То есть идёт её усыхание. И это не вредитель и не болезнь. Видимо, какие-то комплексные природно-климатические факторы. Ну и вторая причина, что всё-таки сосна – высокопожароопасное насаждение. Поэтому, создавая лиственные кулисы, лиственные барьеры, так называемые, мы препятствуем и пожару, и дуб у нас себя показывает хорошо. Через месяц из этого жёлудя появится росток. Если всё благополучно, дуб приживётся, проживёт на нашем полуострове целых тысячу лет. Татьяна Шманаева, Алексей Романов. Время новостей.